О нем сказали, да? Но я когда, перед тем, как предъявить, я шел, я впервые в жизни, наверное, молился. Я единственное, Бога просил, чтобы дал мне силы. Это было впервые в жизни. Я говорю, Боже, ну дай силы, дай, чтобы я не сказал нет. А если бы я там на скотнике, сказал бы, ну, испугался бы и сказал, что такого не было, меня бы получили как с интригана того, кто... Ну, то есть, мне бы голову подбили это железом. И я просил Бога, чтобы дал мне силы, чтобы я прошел этот путь. И Бог сделал так, что он у него забрал смелость. И когда ему задают вопрос, говорят, задали такой вопрос, там, Слава, ты сказал, что это не блатной, потому что была такая-такая-такая ситуация. Правда? Я говорю, да. Они к нему поворачиваются. Он говорит правду. И Бог у него забрал, дал до речи или что. И он говорит, да. И я просто... И он это признал. Вы понимаете? Ну, классно. И я понял... Ну, это было... Это первое, что я потом обдумывал и понял, что я обращался к Господу. Я еще не понимал, что происходит. Я вижу верующий человек. Когда вы в Бога поверили? А это все настолько плавно происходило. Я также обращал внимание прогоны. Есть такая штука прогон. Прогон это воры пишут. Вот, например, вор едет через Украину. Например, там, с Белоруссии в Россию. И вот он заезжает на тюрьму и объявляет, что я там, Вася там, Питерский, еду там туда-то, туда-то. Вот, ребята, хочу написать, пожелать вам того-то, того-то, придерживайтесь так-так-так. И все начинают ему задавать вопросы, которые наболели. Хотят услышать ответы имена от вора. И вот это называется прогонами. И я заметил, что каждый прогон заканчивается там. Да хранит вас Бог. Там, пойду в церковь, поставлю за вас свечку. Ну, то-то, получается, все воры упоминают Господа. Не, они верующие, это правда. Но они же сами не верующие. Вот это меня тогда очень заинтересовало. И я, а был один такой, Олег Винницкий, это с Винницкой, это Винницкий блатной. Они 60 эпизодов сделали автобусы, заходили тогда, помните, ездили там на Польшу автобусы. Вот они заходили в автобусы, и в промежутке, когда они давали маяк, это же все там деньги везли, как их назвали, щелноки или как там? Да, да, да. И вот они, когда там сигнал пошел, вот есть 15 минут до следующего сигнала, они загримированные, брали там, помповика, бах, вверх по декларациям, деньги забрали, автобус в сторону, в лесу оставили. Ну, никого не убивали, но так грабили. И у них что-то там до 100, ну, 60 с чем-то эпизодов таких было. И он постоянно читал Библию, что меня вот удивляло. А был такой шаман, Андрей Шаманский, тоже из блатных, и он говорил мне, малый, читай Библию, только вместо слова Бог поставляй слово «я». И это услышал Винницкий, и говорит, что ты плетешь, и чему ты малого учишь? И начал говорить, нет, читай, учись, но Бог есть, себя не поставляй. То есть я начал вот это читать, но еще ничего не понимал. Прочитаю, и через 5 минут даже не помню, о чем прочитал. Я очень долго шел к тому, чтобы начать понимать Библию. Но я читал постоянно. Вы не один такой, и я всем желаю читать Библию. Да, сразу ее не поймешь. Но потом с годами, к 47 годам я уже ее понимал и читал. Ну, вот. Это понятно. Теперь скажите, пожалуйста, а вот как же это получается, что в Бога вы верили, а людей кидали? Нет, это немного, ну как же, это ж не происходило, Леонид, вы понимаете? Не воруй. У меня было такое, что я горел. Все, когда я уже, смотрите, я уже немножко повзрослел в своей жизни, я встретил такого Заур Сухунский. Это я ехал, это уже когда последних 5 лет, вот у меня было срока, я ехал с 78 на 73. Меня хотели раскрутить, у меня была кошка. У нас в локалке, локалка это место расположения локальное наше. У нас в локалке было две кошки. Наха, ну, братских кошек, такие, что никто не... Она могла вот так вот пройтись по центру и все расходились. Но они такие умные, они со стола, они учат, там очень много этому уделяется. И там просто Кукулачев отдыхает, если честно. Там есть время этим заниматься. То есть учить котов. Я не думал, что коты могут быть умнее собак. Ну, мне раньше это в голову не приходило. А потом, когда я сам завел себе кошку, и вот я выхожу, там у меня тельняшка, сверху столеварка, шапка на затылке, сигаретка... Котылка у моей собаки. Да, красавец. Кто меня такой умный, вы не представляете, ладно. Я верю. Не, представляю, потому что я вот, моя булька, я ее булька называл, бабулька, научила меня любить живот. Вот. Я до нее, я их и не трогал. Ну, такой, я был как-то, ну, равнодушно. Ну, я их не обижал, но и не любил. А она меня научила любить живот. Это правда.